а ну чтобы сказать вам друзья это офис фонтанки здесь александр малич и федор погорелов которые сейчас делает тема делает вот так вот он видите вот вот федор погорелов висит что мы тебя видим сейчас это плохо да 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 я втянул да а вот так вообще класс погорелов который занимается важными вещами прямо сейчас в офисе фонтанки а именно показывает нам михаила как показывает на добрый день наконец-то я себе в этом кресле опять сижу и радуюсь вашей компании александр и федор фантастическое шоу знай и люби в котором майкл скипский которого мы федор называем легенды верно периодически задают вам вопросы на которые у него есть ответ что происходит дальше дальше дорогие друзья мы начинаем разыгрывать с вами море рафов у нас есть наши товарищи из кофейни дабылби у нас есть нашка товарищи ская'm andy coffee на был би много и any coffee на петроградке у нас есть 4 вопроса разной степени сложности очень сложной очень сложной очень сложная простой мы задаем их в наших социальных сетях социальных сетях фонтанки office несложно догадаться в контакте в фейсбуке далее первый ответивший вы можете пользоваться гуглом ребята мы в двадцать первом веке и понимаем что честность в интеллектуальных сражениях давно уже специфическая ценность первый ответивший получает правильно раф виртуальный реальный раф нужно прийти либо в double by либо венди кофе и будет у вас все хорошо ну точно вы как минимум уйдете оттуда с рафом насколько у вас будет все хорошо я гарантировать вам не могу а зря я не владимир путин не знаю не знаю хорошо это несомненно отлично моя мера ответственности ограничивается лишь вами и моими родственниками надо сказать что вот для нас это не очень хорошо зарплатную ведомость нет приятно когда кто-то из твоих друзей владимир пусть конечно это же очевидно разве нет я был бы рад может мы бы не виделись так часто даже сюда да но в те редкие минуты встречи александр бы решал намного больше вопросов чем в течение года вот этого слушай порт в хабаровске сеть там сейчас на какие-то странные люди вообще непонятно не ничего не разгружается ничего не погружается мы вот ты ну ты знаешь ксюша там вот у меня тоже в эрмитаж засиделась и какие-то младше научные сотрудники наоборот петровские как вот всю жизнь какие-то вот что это за семейство скажи пожалуйста да 70 лет одна семья руководит что за ерунда федор вырывает из усов и бентли и следующая прямая склейка ксения мальч выходит из бентли в сушевого обхода причем из ксения я не понимаю вся эта история почему замкнулась на моей жене в результате у него просто александр завидую вам сера а нет нет еще с семейной идиллии саша приходит к владимиру путину в лице меня и говорит слушать канал это страна петроградская ты же помнишь вот это наш ленинградская телевидение классно но в конце концов ну понимаешь приехали москвичи из минска какие-то странные люди из ижевска в конце концов но все города по холодильникам я понимаю да конечно заменитая галерея холодильников прямая склейка саша выходит из с-класса на петроградской набережной 17 кабинет с видом на аврору там сейчас студия радио балтика не сносит студию радио балтика кабинет с видом на аврору я пишу список один два три четыре это победители у нас будущее слава богу да ну я потому что я вернулся да 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 все доктор джекил и мистер хайт они закончили этот этюд закончен а вы же все сегодня еще на театральном фестивале увидитесь вряд ли а вы пойдете михаил а я не пойду а я он с михаилом который не пойдет да ну что первый вопрос что ли я думаю что этот бронебойный конферанс есть смысл как-то гасить и нет федор тут существует такая вы как бы сами в эту воронку залезли да сами из нее вылезайте здесь вам найти помощников нет услуг нет у вас нет у вас услуг чтобы вас вытаскивать из непростой конферанс конферансной петли в которую вы себя завели но вы выходите из нее неплохо вы просто берете в руку телефон и делаете вид что невский 48 невский 48 именно в этой кофейне дабл би ждет лавандовый раф победителя которые ответят первым на первый вопрос который мы задаем где первый вопрос фейсбуке 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 так вот дорогие друзья для философа григория сковороды этот мифологический персонаж который обычно считается не очень мудрым был символом самопознания человека назовите этого персонажа назовите этого персонажа вот вопрос который задал михаил который волнует михаила да пожалуйста звучит веселая песня от группы блонди мы опубликовали этот вопрос и ждем на него ответ фейсбуке знай и люби закончилось расследование но между прочим важное теперь мы знали знаем кто заговорил саши в коридоре фонтанки бедный александр до сих пор переживает как восьмиклассница да 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 раскраснелся да а мы напоминаю дорогие наши коллеги задавали вам вопрос а зачем ты так выпал из кадра сегодня ну чтобы схлынула ты красочкой конечно втянить два комментария дело в том что а ты там следишь за ответами да здесь в предыдущую программу гости попросила открыть ах он сказал что ей душно и я сидел здесь под открытым окном и я замерз все можем продолжать замечательно это новости студии короткой строкой очень странная это реприза интересная для философа григория сковороды этот мифологический персонаж который обычно считается не очень мудрым был символом самопознания человека спрашивал михаил скипский просил назвать этого персонажа да совершенно верно александр кондор не успел он ответил правильно но вторым мамонтенка моему не выписываем а выписываем сразу аплодисменты фанфары анастасия анабель анабель красиво звучит портвейна анастасия 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 полигенька опять да настя стабильность молодец как будто бы и не расставались на месяц настя здесь у нас анастасия полигенька идет у нас походкой от бедра на невский 48 за лавандовым рафом который как известно начало начало совершенно верно михаил скажите а вы не могли бы сделать для меня одну небольшую с удовольствием не могли бы вы заткнуться это попозже но сначала второй вопрос отдельно выделите с вашего сообщения и прислать мне его отдельным сообщением потому что на айпэде у меня тут сложности с выделением и в конташу по-другому его не занести иначе я занесу все вопросы с ответами у александра проблемы с выделением не хотелось бы если коротко то этим сейчас живет александр мой мозг ну последние несколько минут поздравляю александр ну что у вас получилось о огонь а скажите а вопрос ответный вопрос вы специально да оставили в этом сообщении чтобы все таки я попарился с удалением ну что ж спасибо да ладно не надо я удалю мне не сложно михаил вы же знаток вас показывают по первому федеральному каналу нам наши глазах letzt еще и легенда. В ваших глазах. Это петь мы не будем, Миша. Петь мы точно не будем. Это, пожалуйста, в голос вам. Кстати, надо позвать Шуру Кузнецову. Она была в голосе. Если ты хочешь, чтобы мы позвали всех людей, которые были в голосе, которые при этом в Петербурге... Я знаю почти всех петербургцев, которые были в голосе. Серьезно? Некоторые из них закончили на предварительных прослушиваниях, не выйдя в эфир, даже телевизионный. А это... Телефон в студию у нас звонит? А у нас есть в студии телефон. Мне кажется, да, сами с ними трубку. Я никогда не беру эту трубку. Если ты про этот телефон... Это фильм «Звонок 3». Если ты про этот телефон, я всегда боюсь, что там... Ну, может быть, кто-то что-то скажет сейчас нам. Ты хочешь, чтобы я поговорил реально? Давай мы выведем сразу что-то в эфир. Вечер сюрприз. По-моему... Давай сразу в эфир. Так, какая здесь? Четвертая. Пятая. Пятый фейдер. Алло? Нет, видимо, не так работает гибрид. Пятый, пятый. О, вот. Все. Мы теперь знаем, как выводить человека в эфир. Пожалуйста, позвоните нам еще раз. Мы вас... А, вот так, он значит здесь. Если есть дакинг, значит, он должен быть с нами здесь. Алло? Нет, нет, нужна только вон та кнопочка, крайняя левая. Но, не знаю, это значит вот такой гудок, значит, что нетерпеливый кто-то был, Торопышкин. Торопышкин, позвоните, пожалуйста, нам снова. Ой. Соскучился я, да, конечно, поэтому. А ты вопрос-то готов за второй задать? Главное, я готов. Я готов давно уже, ребята. У меня все под контролем. Работают профессионалы. Главное вопрос. Щепки летят. В 2005 году журнал Forbes опубликовал рейтинг «Сказочно богатые», в котором этот шотландец занял шестое место с состоянием примерно 8 миллиардов долларов. Назовите его. Как-то эта реприза про порт в Хабаровске снова. Возвращаясь. Как в нашем русском романе. Стилично. Да. Рондо. Рондо, да. Я большой любитель именно такой композиции. Мне кажется, это удобно. Рондо? Да. Не группы, а... Композиционного построения произведения. Склоняется, Саша? Ты сейчас прослонял слово «рондо». Наверняка. Есть песня про Ронду. Женщина, Рондо ее зовут. Ну что, ты не знаешь, что это песня? Жеронна и Гаронда, да-да. Это сейчас ты ум-то спрячешь, пожалуйста. Так я не понял, сейчас Михаил, вы же с кем разговаривали. Я был на берегу... Поставьте музыку, Александр. Я был на берегу реки Жерона. И в городе Жерона ел мороженое. Я могу поддержать беседу с Михаилом? Прекрасно. А я знаю, что такое Афшерон. То есть у нас мы все по алкогольной теме, да, идем? А на берегу... Вообще-то полуостров в Баку. Знай и люби. Я сказал слово Геронтофин. Если тебя это интересует, Михаил. Напоминаю, что программа «Знай и люби» — это программа без руля и витрил. Программа без берега и... И слоновой кости. Без берега и слоновой кости. Хорошо. Что происходит здесь? Федор Погорелов в телефоне переписывается с победителями. Совершенно верно. И сейчас он расскажет, кто же победил. Давайте я расскажу вопрос-то. Совершенно верно. Так мы и планировали сделать. Был вопрос о том, что в 2005 году Форбс опубликовал рейтинг «Сказочно богатые», в котором этот шотландец занял шестое место. Надо было его назвать. И справился с этим, и пойдет в «Дабл Би» на «Невский 48» с лавандовым рафом. Аплодисменты Алехандро. Вот они. Андрей Шишкин. Андрей Шишкин первым ответил. «Скрудж Макдак». А теперь... «Скрудж». Объясни нам, пожалуйста. Мы тоже любим мультик. «Сказочно богатые». Это, очевидно, рейтинг сказочных персонажей. И «Скрудж», оказывается, не первый даже в нем. Обалдеть. А мы знаем, кто на первых пяти местах? Понятно. Не подготовился Михаил. А ведь по-журналистски самое интересное. Это первые пять мест. Конечно. Кому уступил? Я думаю, что «Серебряному копытцу». Кстати, кому уступил? И «Золотой антилопе». Прекрасно. И, Михаил, это... Вышли из положения. Я думал, что сейчас наоборот. Мамонтенок, думаешь? Мамонтенок тоже. А кто-нибудь знает, как сердечки? А, вот как. Отправлять. Новый «Жаймесседж», в новой этой штуке. Видели, да? А ты десятку поставил? Я обновил, да. Десятку поставил, что ли? Да. Двое пальцем, да, сердечко, не получается. Чего? Губы получились. Чего себе? Да, тайный эротоман в наших рядах. Да, я причем не себе это отправил, но ладно. Налаживается весь жизнь у этого человека. Да. Но у нас на повестке дня третий вопрос, Миша. Ребята, значит, пожалуйста, сейчас надо поговорить просто. Сейчас надо просто поговорить, да? А я заодно выяснил. Вот я нашел, кто же первые пять мест. Вот это вы видали, какой стремительный гугл. Клаус. Так. Ну, у него, по-моему, все есть вообще. Состояние бесконечное. Это правда. На втором месте некий Ольвер Орбакс. Он же папочка из оборонной промышленности. У него там 27,3 миллиарда состояния. 52 года ему. Какое произведение? Нью-Йорк. Не знаю, кто это вообще. Ctrl-C. Американский сет. Ctrl-T. Хорошо, у тебя Command. Command-C. Command-T. Новая вкладка. Command-V. Спасибо. Герой малоизвестного в России комикса. Герой малоизвестного в России комикса. Едем дальше. Попай. Ой, это другой. Думаешь, он тоже есть в списке? Не знаю. Это Халка. На третьем месте. Халка сейчас показывал. Это Попай. Ты знаешь, как выглядит Попай? Ричи Рич. Ричи Рич. Это какая приятная, незатейливая игра слов. Ричи Рич. Это тоже какой-то, я понимаю, такой... Мужчина. Детский, диснеевский какой-то персонаж. Михаил. Искать Ричи. У него есть собственный Макдональдс в отдельной комнате дома. Это круто, кстати. Это кинофильм, это тоже комиксы, экранизация, да. Это скорее, Федя, по твоей специальности все эти комиксы. А, да его играет, между прочим, один дома. Вот. И четвертый, это Лекс Лютер из Метрополиса. А это что такое? Метрополис, это вот как раз тоже такой мультик. Ага. Макалей Калкин играет Ричи Ричи. Мне казалось, Метрополис это фильм? Ну, это, короче, враг Супермена. А, это значит мультик. Лютер, да, это враг Супермена. И Чарльз Матгомери Бёрнс из Спрингфилда, понятное дело. Это хозяин атомной этой самой станции. Из Симпсонов, да. Совершенно верно. На заре нашего с тобой знакомства мы не выиграли турнир болельщиков «Зенита» по штукде-когда, уступив команде клуба на вопросе про город Спрингфилд. Они взяли этот вопрос, а мы нет, и они заслуженно выиграли. Слава Богу. С тех пор я знаю, что Симпсоны происходят в Спрингфилде. И в каждом штате есть Спрингфилд. Это приятное весеннее поле. Перевел я для учивших немецкий. Ребят, может, начнем уже? Третий вопрос. Третий вопрос. Все ты доделал, да? У меня и музыка пошла сразу. Видите, как здесь все? Ну ладно, ладно, подождите. Сначала вот так. Пожалуйста, Михаил. Вот фрагмент из нефритовых четок Бориса Акунина. Значит, цитата. В зал чинно вошли семеро мужчин в коричневых сюртуках с длинными-предлинными бородами и торжественно расселись по местам. Все были низенькие, плотные, с мохнатыми бровями. Сразу видно, что родные братья. Назовите литературного персонажа, с которым сравнил себя герой романа, увидев эту картину. О, я знаю. Наконец-то. Я взял вопрос досрочно. Бери, Раф. Бери, Раф. Энди Кофи. Первый, правильно ответивший на этот вопрос, отправляется на набережную руки Карповки, в угол с Большим проспектом Петроградской страны. Энди Кофи. Там есть, кстати, Раф со вкусом сникерса. Знай и люби. Ну вот оно. Как корабли ходят. Плавает, как известно, многое другое. Многое другое. Утка в ванной. Плавает от берега к берегу. В ванной. В ванной. Ну, это к разговору о том, у кого какая ванна. Согласись. У кого-то может быть безбрежная ванная. Мне, кстати, рассказывали, мы должны ввести политический контекст происходящего. Мы? Да. Обязаны. Значит, после истории с тонной 200 денег, деньги, которые нашли... Захарчук? Да. Они весили тонну 200. Да. И перекрытие выдержали. Да. А, мы с тобой тоже обсуждали? Нет, нет, нет. Это в связи с этим мне рассказали несколько историй про то, как на пятом этаже хрущевки люди ставят джакузи, потом набирают в джакузи воду, и вот когда они в нее садятся, наконец происходит... Знакомство с соседями. Причем, реальную историю я услышал, знакомство с соседями до второго этажа, включительно с пятого произошло. А там же еще ускорение. Да, то есть человек реально в этой ванной, он съехал, никого не было, к счастью... Ты не делай вид, что знаешь физику. Никого не было, к счастью. Потому что мы ее не знаем. Он выкупил все остальные квартиры? Не знаю, чем дело кончилось, но у него провалилось реально на три этажа вниз, он упал с джакузи вместе. А чем думал человек, когда он покупал недвижимость в таком странном месте? Мне кажется, второй вопрос гораздо более важный, зачем он поставил туда джакузи в эту маленькую ванну, в хрущевке, представляешь? Слушай, думаю, что у него бассейн был такой, но до пятого этажа бассейн. Может быть, может быть. Я думаю, что это на самом деле такой важный сюжет под названием «Съемная хата, но езжу на Бентли». То есть это же реальная история, да? Человек живет в Новодевяткино, но на X5 куплен в кредит. Потому что из Новодевяткино он никогда не переедет, но тяга к прекрасному у него есть, понимаешь? К дорогому. Ну, честно говоря, честно говоря, я вот так тебе ответил, что... А пошел ты. Да, да. Мамонтенка. А вот так бы я тебе ответил. Ну вот, например, у меня, я сейчас разговаривал с одним товарищем, и мне, честно говоря, для полноты жизни не хватает этого, знаешь, кофра на крышу, в который я смогу положить свои длинные беговые лыжи и спокойно ездить с ними, да? На что он мне разумно заметил, что надо не кофр на крышу, а машину другую купить. Автобус. И в нее будет влезать. Ну да. И я подумал, а ведь нормальный ход. Нормальный ход, да. Мы понимаем, что рано или поздно дети перестанут влезать в машину, и нужен будет... Семиместный автомобиль. Совершенно верно. Или в багажник кресла, или циничный микроавтобус. Семиместный автомобиль. Для тебя придуман семиместный автомобиль. Надо ее в багажник надевать. А почему дети не будут влезать? У тебя же не столько детей. У тебя не столько детей. И потом будет столько. Ну-у-у-у-у. И мы увидели, было же кастом-шоу, и там была мастерская, которая делает бакс, по-моему они называются, делают вот эти фольксваген-микроавтобусы из электропрохладительного кислотного теста Тома Вулфа. Класс. Из Лоста. Ну, то есть вот это вот классика жанра, конечно, 60-х, да-да-да, похож на фантомас. Двухтактный двигатель. Да, 2 миллиона. Рублей. Ну, там двухтактный двигатель в оригинале ставил. А если бы однотактный стоял, то было миллион? Не-не-не, это важно, это бензин вместе с маслом надо заливать. Say what? Для тупых. Значит, там смысл в том, это как в мопед. Ты наливаешь масло вместе с бензином. В один бак. В один бак. Прикольно. Но можно, не обязательно же делать одновременно. Ну, просто доливаешь масло. Да, двухтактный двигатель. Прикольно. Такая тема. Угу. Ну, я, в общем, начал копить. Ну, давай. Потому что я буду такой веселый. Я тебе рекомендую просто семиместный джип купить, и все. И все проблемы снимаются сразу. И кофр на крышу. Знаю, где взять. Знаю, где взять. Это наш юный коми-выезжор. Не, правда, а что семиместный? Смотри, там сзади два этих места, они убираются полно места в багажнике. А дети бегут рядом, те, которые подросли? Почему они бегут рядом? Сколько ты их собираешься возить там, человек? Пять. Так вот, а сзади у тебя... Плюс жена. То есть пятеро детей плюс жена? Ну вот, все окей. Значит, у тебя одно место для багажа еще осталось, вместо второго сидения сзади. Нет, ты не умеешь считать. Федя, жена и пять детей. Это семь. В семиместном автомобиле не остается... А, у Феди пять детей. То есть они вот так просто едут и держат... Ну мы просто не обо всех знаем, видимо, Саш. Ну там еще пара в Вологде, да. Феде даже рассказали. Держат вот так свои рюкзачки. Он был сейчас в Махачкале? В Махачкале? Нет, ну я же не самолдился. Ну его там рассказали про другое. Рассказали. Про то, что он как раз не может иметь детей. Причем в непарламентских, Михаил, выражениях. Да. А в Туле просто начистили самовар. Начистили его пряник. Давайте повторим вопрос, дорогие друзья. А вот, честно говоря, эти игры вы могли бы, Федора, оставить за кадром. Вот там совершенно не важно, как вы там называете свое лицо. Пряник или... Или не лицо. Михаил. Вот фрагмент из-за этого вчеток Бориса Акунина. Из нас троих вы... Самый мерзкий. Это во-первых. Вы больше всего времени проводите в прямом эфире первого федерального канала. И могли бы научиться и не доводить некоторые шутки до конца. Да, наоборот, мне кажется. Вот знаешь, как это... Настолько так долго там терплю, что хочется... Здесь компенсаторная практика. Все? Ясно. Вопрос обе. Давайте решим, кто же победил. Тут нечего решать. Один человек ответил первым правильно. Ну и мы повторяем вопрос. Да, так вот. В книжке Бориса Акунина и фритовой четки написано, что в зал чинно вошли семьи. В коричневом сертуках. Сталинами претленными бородами торжественно расстелись по местам. Все были мизенькие. Я четко раскрываю. Да-да-да. Михаил, ну вы хотели, вы получили. Поздравляем Елену Васильеву с победой. Спасибо большое. Правильный ответ Белоснежка. При этом на первой секунде я решил, что это будет Золушка. Напрасно. Да, знаешь, это тоже важная психотерапевтическая практика. Признать свои ошибки. Я ошибся, это нормально абсолютно. Ну и раз ты ошибся, Федор, то время нам показать главное. А главное это четвертый вопрос. Четвертый вопрос. Покажет нам четвертый вопрос. Вконтакте. Вконтакте. А Елена Васильева идет за Барбарисовым Рафом. Начало, начал. Да. Ну давайте. Герои романа Тургрима Эдгена заказывают круглую пиццу из двух частей. Одна с мясом и жгучим перцем, а другая со сладкой паприкой и ананасами. Какими короткими словами они называют эти две части? А ананас катит. Так говорили некоторые люди, когда смотрели... Короче говоря, в горах. Вот так в ритме самбы Александр Малич вышел. Это сальса. Ну хорошо, самба тоже. А как ты различаешь? Слушай, мне кажется, все-таки сальса, она такая более... Она такая более сальная? Ну ты понял, на чем я. А самба... А сальса, она больше про пряник, а самба она... Больше про самооборону, да? Больше про самооборону, да. Вот я бы так сказал. Да. Михаил очнулся сейчас. Вышел из литургического салона. Короткий анабиоз Михаила Стихского. Михаил, надо бояться. О, Никитка Бутолин приполз. Привет, Никиток. Команда Калин Космолова. А, вопрос. Привет, Никиток. Вопрос был, да, у героя романа... Можно называть этого человека Никитоком? Тургрима Эггена называют круглую пиццу из двух частей, заказывают круглую пиццу из двух частей. Одна с мясом и жгучим перцем, другая со сладкой паприкой и ананасами, какими короткими словами они называют эти части. А кто такой Тургрим Эгген? Это какая-то скандинавская школа. Да, это, ну, сейчас же модно, все эти шведские писатели. Наивно супер вот это вот все. Наивно супер, по-моему, датский или норвежский, да? Норвежский. Ну, нет, это вот девушка с татуировкой дракона, да, вот это нее. Это другой. Не-не-не, ну, а ты не... Мы в целом про скандинавскую школу. Понеслась вот эта мода на шведских писателей. Не, ну, давай так, мода на шведских писателей понеслась со Смилой, со Смилой... Нет, это все-таки уже совсем олдского голоса Смилы и ее чувство снега, мне кажется. Давайте уж тогда мы вспомним Астрет Лингрен для начала, а лучше уж ему Митроли. А лучше Ганса Христиана Андерсона, мне кажется. Ну, он датчанин. Ну, это все скандинавский регион. Донецк-Скандинавия. Донецк-Скандинавия? Да. Конечно. Исторически. Так сложилось. Это все, кто вот в шапке с рогами плыли, насиловали женщины, сжигали деревни прибрежные. Это... Да, шапки с рогами, потому что они долго плавали, да, в это время, значит, в их деревнях... Минутка юмора от в прошлом педагога. Ты знаешь, сколько он держал на себе? Да, да. И в Аничковом держал, и в этом Первом канале держал, а здесь расплескал прям вот по столу. Просто я вижу трехочковый Федевой забили в моих кольцов. Совершенно верно. Да, сверху. Нельзя забить сверху трехочковый Федер. Снизу, по-твоему, залетает? Оттолкнуться из шестивидной линии. Нет, ну просто вы, как бы Федор, говорили... А Супермен может. А-а-а. То есть не Супермен. Мы его раскололи. Спалился, да. Прости, пожалуйста, Саша. Нет, нет, очень интересная ваша дискуссия. Давайте к вопросу, к ответам. Фантазии пубертатов. Может Супермен, не может. Ну у нас мамонтенок пришел для Никиты. Слава богу, Никитос. А мы, это тот человек, который я могу называть Никитосом? Да, это все тот же, да. Никитос. Никитос предположил, что это рай и ад. Ну как смог. Такая одна очень вкусная, другая невкусная, судя по всему. Игорь Миров, честно говоря, тоже мамонтенка Игорю выписываем. Поставил меня в тупик вариантом ответа Украина. А вы знакомы с Игорем? Вообще нет, так что осталось. Просто мамонтенка. Ну и аплодисменты нашей двукратной победительнице сегодня. Елена Васильева была не первой, но единственная дала правильный ответ на этот вопрос. И это. Энди Кофи может взять теперь и Барбарисовый Рав для себя. И Сникерсовый. Сникерсовый для подружки или дружка. Мы не знаем, Елена, ваших приоритетов. Энди Кофи, угол Карповки и Большого проспекта на Петроградской стороне. Вход с Карповки. Вы видите голую женщину, не смущайтесь. Я думаю, что Елена тяжело смущить голой женщиной. Люди разные. Ну хорошо, договорились. Ну что же, я думаю, мы поставим эффектную музыкальную точку в нашем сегодняшнем заседании. Благодарим Михаила за то, что он вышел из сумрака, потащил все карандаши, если вы понимаете о чем я. И вернулся к нам в наш гостеприимный балаган. Спасибо большое, Михаил. Это было фантастически приятно видеть вас здесь сегодня. Но на этом не заканчивается наша программа. Ведь еще впереди композиция «Лучший город Земли», которую сегодня мы ставим для Мишки, проказника Скипского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова